Птица Фабрика Птица Фабрика Ребята, вы когда-нибудь слышали про необычных зайчиков? Их нельзя поймать, они красивые и золотые. Да вот же они! Следующая песня про солнечных зайчиков. Я зайчик, 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 скачу куда хочу. Я солнечный, а значит скачу куда хочу. Я солнечный, а значит скачу куда хочу. Я, кача и заяц, волка не боюсь Все об этом знают, я не зря хвалюсь Все об этом знают, я не зря хвалюсь Ребята, мне кажется, каждый из вас знает, с чего начинается дружба Конечно же, с улыбки Давайте чаще улыбаться, и тогда у всех будет хорошее настроение От улыбки хмурый день светлей От улыбки в небе радуга проснется Поделись улыбкою своей И она к тебе не раз еще вернется И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки Очень часто наши участники рассказывают стихотворения про мам А про наших замечательных фильмов и умных пап реже Что ж, давайте исправим эту несправедливость Все стихи про мам читают Пап как будто забывает Расскажу вам сказочку про родного папочку Я для папы своего не жалею ничего Мы с ним лучшие друзья Куда он, туда и я На работу он уйдет Меня в садик заведет А придет с работы Расскажет про охотную Мы с ним сядем на диван Книжку почитаем Сварим маме суп шулюн Все поубираем То в кино меня ведет То на горку в парке Только Валю не берет Говорит, там жарко Палка Палка Гулечка, вот ты вышел, человечек Вот ты вышел, вот ты вышел, человечек А теперь добавим ножик Получился, асьминожик Получился, получился, асьминожик А теперь добавим ножик Получился, асьминожик Получился, асьминожик Ребята, которых вы сейчас видели Поделились со мной своими мелками Скорее всего, они догадались Что я была бы не прочь Просоединиться к их рисованию И вообще, делиться игрушками – это очень хорошо. Сегодня ты поделишься, завтра с тобой. А быть жадиной – плохо. И я надеюсь, что вы, ребята, не такие. Ребята, если вы хотите стать участником нашей программы, звоните по телефону 97-51-67. У вас обязательно все получится. А наш следующий номер – это стихотворение про пропавшего щенка от нашей юной исполнительницы. Я сегодня сбила с ног, у меня пропал щенок. Целый день его звала, целый день его ждала. За уроки не садилась и обидать не могла. В это утро очень рано соскочил щенок с дивана. Стал по комнатам ходить, бегать, лаять всех будет. Он увидел одеяло, покрываться нечем стало. Он в кладовку заглянул, смотрим в бампер и рвнул. Он провал, порвал, стихи упал. На пол с лестницы упал. В клей залез, передние лапы. Еле вылез и пропал. Может быть, его украли, на веревке увели. И новым именем назвали. Дану стеречь заставили. Может быть, гляд судры мучим, под кустом сидит колючим. Заблудился ищет дом, мокнет бедный подождем. Ребята, а вы знаете, кто такие джентльмены? Давайте посмотрим на их танец. А вы пока подумайте. Редактор субтитров А.Семкин Джентльмены – это воспитанные молодые люди, которые никогда не обижают девочек, а также помогают старшим и уважают их. Мальчишки, если вы настоящие джентльмены, то звоните по телефону 97-5167 и становитесь участниками нашей программы. Редко кто воспитанным рождается, Каждое воспитание нуждается. Ребята, а вы любите ходить в гости по утрам, как Винни-Пух? А знаете, почему нужно ходить в гости именно утром? Если нет, то узнаем прямо сейчас из следующего номера. Кто ходит в гости по утрам, то поступаем мудро. Если всем тарам-пара, то оно и утро. На то оно и утро. А куда мы идем? Тебе, конечно. Вскучная вечерняя пора, хозяева издевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает? Такого не бывает. А у тебя что-нибудь есть поесть? У меня есть еще один воздушный шарик. Нет, мы, пожалуйста, теперь не пойдем. А то, пожалуйста, я иду, Катя, а ты не идешь. Ага, когда пойдем к тебе. Недавно, что-то к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-тарам-парам-парам. Ходите в гости по утрам. Тарам-парам-тарам-парам. Ходите в гости по утрам. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. А заключительный номер нашей передачи – это танец на цыганские мотивы. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать? Устроены так люди желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Счастье в жизни предстоит сказание На сегодня это все. Я, Аня Косарева, прощаюсь с вами. И напоминаю вам номер для участия. 97-51-67. Звоните. А я желаю вам хороших каникул, а также хорошего настроения. Пока! Спонсор программы «Окские звездочки» — «Окская птицефабрика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова